Доброе утро! В начале декабря Казанский университет традиционно отмечает памятную дату – день рождения человека, который внес неоценимый вклад в развитие мировой науки и образования, великого русского математика, создателя неэвклидовой геометрии Николая Ивановича Лобачевского. Имя Лобачевского неразрывно связано с историей нашей Альваматор. В течение 40 лет Николай Иванович преподавал в Казанском императорском университете, а без малого половины этого срока возглавлял его. Талант руководителя вывел университет в число передовых российских учебных заведений. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, слово ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Гафурову. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Алексей Валерьевич, дорогие гости. Я рад всех вас приветствовать на торжественном заседании ученого совета, посвященном вручению медали и премии имени Николая Ивановича Лобачевского, который проходит, как вы знаете, в юбилейные дни празднования 215-летия нашего Казанского университета. Сегодня на заседании присутствуют члены ученого и попечительского совета нашего университета, представители министерств и ведомств Республики Татарстан, также наши коллеги из академического сообщества, наши партнеры из мира бизнеса, наши воспитанники, это наши лицеисты и студенты. О Николае Ивановиче Лобачевском, великом математике и выдающемся ректоре Казанского университета написано и сказано достаточно много. Вот и в нашей программе предусмотрена сегодня демонстрация фильма под названием «Пространство Лобачевского», который создан международным творческим коллективом при поддержке наших попечителей и сегодня будет впервые представлен публике в этом зале. Жизнь Лобачевского является поистине вдохновляющим примером для всех, кто стремится оказать благотворное влияние на развитие университета, родного края и нашей Родины. Деятельность Николая Ивановича всегда была многообразной и не ограничивалась только областью математики. Он занимался структурной и кадровой организацией, строительством учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий, поддержанием и научным сопровождением библиотеки и минералогической коллекции, участвовал в издании «Казанского вестника», а затем по его инициативе начали выпускать ученые записки Казанского университета, которые и сегодня мы выпускаем. Его стараниями были организованы астрономическая обсерватория и большой физический кабинет. Тем не менее, в историю мировой науки он вошел благодаря своему открытию невклидовой геометрии, ставший главным делом всей его жизни, поворотом в развитие геометрии, математической логики и всего мышления в XIX веке. Увы, но полное признание геометрии Лобачевска получила только через 12 лет после его смерти, когда в 1868 году итальянский математик Бильтрами в своем труде опыт толкования не в кредо геометрии, а затем и в других работах дал прозрачные геометрические доказательства ее непротиворечивости. Казанский университет Бережных хранил и хранит память о Николая Ивановича и его наследие. Вот уже два года в доме, где обычно проживали ректоры нашего университета, в течение XIX и XX веков работает музей Лобачевского, идея создания которого обсуждалась на протяжении, как вы знаете, многих лет, но была реализована только в 2017 году в канун 225-летия со дня рождения великого ученого. За это время музей посетило не одна тысяча человек, что свидетельствует об интересе к жизни Лобачевского и его современников. Площадка музея стала местом проведения выставок и различных научно-просветительских мероприятий с участием школьников, студентов и всех, кому интересна наука и познание законов окружающего мира. Но самым главным наследием великого ученого в Казанском университете по праву можно считать то, что математические науки здесь всегда были и остаются в центре внимания, особенно сегодня, когда во главу угла поставлены вопросы, в том числе и цифровой трансформации. В структуре университета есть три специализированных математических института – Институт математики и механики, Институт вычислительной математики и информационных технологий и Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем. Сегодня в Институте математики и механики, который с гордостью носит имя Николая Ивановича Лобачевского, активно развиваются как прикладные, так и фундаментальные исследования. И что особенно радует меня, как ректора, там самое пристальное внимание уделяется междисциплинарной работе. Так, сегодня наши специалисты математики занимаются исследованиями неравновесных процессов нефтегазодобычи, проблемами моделирования месторождений, механикой, аэрозолей, компьютерным моделированием в астрофизике и космологии. Сразу несколько научных коллективов заняты вопросами педагогической методики в области математических наук. Сегодня Институт математики и механики становится все более привлекательным для будущих студентов благодаря своим современным образовательным программам и возможностям проводить научные исследования на самом высоком уровне. В двух других подразделениях этой Институте вычислительной математики и информационных технологий, Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем, сегодня также изучают компьютерное моделирование, квантовую информатику, численный анализ нелинейных систем, ведут исследования в сфере виртуальной и дополненной реальности робототехники, нейромарфикных вычислений, урбанистических компьютерных технологий и некоторых других областей. В составе университета сегодня также работают два лицея интернатного типа, признанные от ними из лучших в Российской Федерации, где созданы все условия для взращивания новых талантов в компьютерных науках, математике и инженерии. Математика была и будет, я думаю, дальнейшим краеугольным камнем классического образования, а медаль и премия Лобачевского являются нашей данью памяти и уважения к человеку, который заложил его основы в нашем Казанском университете. Хочу напомнить, что история самой премии и медали Лобачевского также прошла непростой путь. Широкое признание гения казанского ученого пришло к его столетнему юбилею, когда в 1895 году была учреждена международная премия имени Лобачевского. Награда присуждалась тогда Российской Академии Наук за выдающиеся работы в области геометрии, а в 1896 году в Казани установлен был памятник Николая Ивановича. Первой премии был удостоен в 1897 году на адверский математик Софус Ли, а медаль получил его немецкий коллега Феликс Клейн. Период между мировыми войнами премия присуждалась дважды, а после Второй мировой войны постановлением правительства тогда Советского Союза в 1947 году вручение премии имени Лобачевского было передано в ведение Академии Наук Советского Союза и с 1959 по 1989 конкурсы на ее соискание проводились регулярно, раз в три года, а вот медаль в этот период не вручалась совсем. В 1992 году уже в постсоветский период во знаменование 200-летия со дня рождения Николая Ивановича вновь была учреждена медаль имени Лобачевского, присуждавшаяся ученым Советом Казанского университета один раз в пять лет российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области геометрии. Конкурс проводился одновременно и совместно с конкурсом на премию, но присуждалась медаль и премия при этом разным ученым. Последнее присуждение медали состоялось в 2002 году, когда награда была вручена профессору Найкайского и Калифорнийского университета Джен Чиндженю. В 2016 году на заседании ученого Совета уже Казанского федерального университета мы приняли решение возобновить вручение медалей премии имени Лобачевского на регулярной основе с периодичностью один раз в два года. Идея была поддержана на заседании попечительского совета Казанского федерального университета во главе с нашим президентом республики Рустамом Наргалевичем Менихановым. И все затраты по премии и проведению торжественной церемонии данного мероприятия взяли на себя попечители университета, за что мы выражаем слова огромной благодарности. Решением ученого Совета также был создан Международный экспортный совет по присуждению медалей премии, в который вошли ведущие российские и зарубежные ученые. Первым обладателем возрожденной премии в 2017 году стал американский математик Ричард Мелвин Шейн. А теперь я хотел бы пригласить на трибуну председателя международного жюри премии и медали имени Лобачевского, профессора Казанского федерального университета Марата Мирзовича Арсланова для ознакомления с итогами конкурса уже 2019 года. Прошу вас, Марат Мирзович. Большое спасибо, Ильша Травкатович. Слово предоставляется Марату Мирзовичу Арсланову. Уважаемые коллеги, в этом году, как я уже говорил, решением ученого совета нашего университета премии присуждается не только работам в области геометрии, но и по всей фундаментальной и прикладной математике. Прежде всего, это связано с тем, что Николай Иванович Лобачевский был математиком широкого профиля. Ему принадлежат основополагающие работы практически по всем основным направлениям математической науки. Для проведения конкурса было создано международное жюри, состоящее из ведущих российских и зарубежных ученых. Жюри формировалось с учетом предложений заинтересованных научных и общественных организаций и других структур. Жюри конкурса в этом году состояло из 17 математиков, которые представляли все основные направления современной математики. Среди членов жюри математики из России были представлены города Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, из Соединенных Штатов Америки, из Федеративной Республики Германии, Швейцарии, Франции. Этот состав жюри отражает практически все крупные направления математической науки. Но были номинации из некоторых других разделов математики. В этих случаях, после предварительного обсуждения с членами жюри, назначались рецензенты на эти работы. Крупные математики, не входящие в состав жюри конкурса. О конкурсе была широко информирована математическая общественность всего мира. Выдвижение кандидатуры на премию продолжалось с января по июнь этого года. На премию были выдвинуты более 20 работ из разных областей математики. География выдвижения такова. В конкурсе приняли участие математики из Соединенных Штатов Америки, из Канады, Федеративной Республики Германии, Чехии, Японии, Украины, Казахстана. Были более 10 работ из России. Были номинации из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Томска, Саратова. Одна работа была из Татарстана. Город Набережные Щелмы. После тщательного предварительного обсуждения жюри конкурса отобрало для дальнейшего прохождения конкурса 12 работ. Но основная конкуренция шла между шестью работами. Это работы украинского математика Аминова Юрия Ахметовича, российских математиков Иванова Сергея Владимировича из Петербурга, Владимира Никаноровича Ремесленника из Омского государственного университета, Иджата Хаковича Сабитова из Московского государственного университета, японского математика Синь-Ити Матидзуки и канадского математика Даниэла Вайса. Профессор Матидзуки был выдвинут на премию за его выдающиеся достижения последних лет доказательство знаменитой АБЦ-гипотезы из теории чисел. Однако его работа пока еще не получила полного признания мировой математической общественности. И жюри конкурса приняло решение, согласованное с самим Матидзуки и выдвинувшими его математиками, отложить рассмотрение его кандидатуры до следующего конкурса. Среди остальных кандидатов явным лидером является профессор Вайс с его решением другой знаменитой проблемы. Проблема из гиперболической геометрии, гипотеза Хакена. И в результате тайного голосования уже на первом туре его кандидатура получила абсолютное большинство голосов. 9 из 17. В голосовании приняли участие все 17 членов жюри. Таким образом, лауреатом конкурса премии и медали имени Николая Ивановича Ловощевского 2019 года становится профессор Монреальского университета имени Джеймса МакГилла, Канада, Даниэл Вайс. Премия ему присуждается за серию его работ по гиперболической геометрии, в частности, за его основополагающий результат о виртуальном расслоении три многообразия Хакена, относящихся к геометрической теории групп и который представляет программу использования кубических комплексов для исследования целого ряда бесконечных групп. Работа Даниэла Вайса, а также разработанные методы составляет наиболее значительный вклад геометрии Ловощевского и теории геометрических групп за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной, несмотря на усилия многих математиков. От имени математической общественности нашей республики я от всей души поздравляю профессора Вайса с этой знаменитой удачей, с этим знаменитым достижением. Спасибо. Большое спасибо, Марат Мирзаевич. Слово для приветствия представляется премьер-министру республики Татарстан, выпускнику механика математического факультета Казанского государственного университета Алексею Валерьевичу Писошину. Уважаемые коллеги, представители академического сообщества, сотрудники и студенты Казанского федерального университета, приветствую вас от имени президента республики Татарстан, правительства республики и от себя лично. Я рад, что на сегодняшнее торжественное вручение медали и премии Лобачевского собрались представители нескольких поколений науки, студенты, преподаватели, исследователи. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Имя Николая Ивановича Лобачевского среди них выделяется особенно, ведь его выдающие способности распространялись не только на научные исследования, но и на сферу управления, что проявилось в его деятельности в качестве ректора Казанского университета. Мы помним, что 2017 год по инициативе Казанского федерального университета и при поддержке руководства Республики Татарстан прошел у нас под именем года Лобачевского, и он же стал годом возрождения медали и премии Лобачевского, одной из старейших и наиболее почетных в этой сфере наград, берущей начало в 1897 году. Благодаря деятельности многих поколений и ученых Республика Татарстан сегодня является мощным центром компьютерных и математических наук. Только в Казанском федеральном университете есть три института, специализирующихся на этой тематике. И Шатрав Кратович об этом подробно рассказал в своем выступлении. Кроме того, в структуре университета действует IT-лицей, одна из лучших общеобразовательных школ Российской Федерации. Президент Республики Татарстан и Кабинет министров Республики рады оказывать возможную поддержку и инициативам наших вузов в этой области. По признанию конкурсного жюри в 2019 году процесс отбора был непростым. Многие достойные кандидаты претендовали на престижную награду, однако победителем стал профессор Канадского университета профессор Уайз. Я поздравляю профессора Уайза и Казанский федеральный университет с этим знаменательным событием и желаю продолжать прекрасную традицию вручения медалей и премии Лобачевского. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Валерьевич. Итак, мы приблизились к кульминации нашей церемонии. Уважаемые дамы и господа, мы с радостью приглашаем лауреата премии и обладателя медали имени Николая Ивановича Лобачевского 2019 года, профессора университета МакГилла, Даниэля Уайза. Прошу вас, профессор Уайз, выйти на нашу импровизированную сцену. Профессор Уайз, пожалуйста, welcome to the stage. Для торжественного вручения премии знаков отличия приглашается премьер-министр республики Татарстан Алексей Валерьевич Писошин. Генеральный директор акционерного общества связь инвестнефтехим, председатель совета директоров ПАО Акбарсбанк, выпускник механика математического факультета Казанского университета Валерий Юрьевич Сорокин. И ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров. Алексей Валерьевич, Ильшат Равкатович, Валерий Юрьевич торжественно вручают знаки отличия за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики профессору Даниэлю Уайзу. Мистер Писошин, профессор Гафуров, мистер Сорокин award professor Даниэль Уайз with the prize for outstanding work in the field of mathematics and its application. Дамы и господа, ваши аплодисменты, обладатель медали и премии профессор Даниэль Уайз. Ladies and gentlemen, please welcome Лобачевский медали и прайз winner professor Даниэль Уайз. Давайте бурными аплодисментами поддержим обладателя премии имени Николая Ивановича Лобачевского. Огромное спасибо Алексею Валерьевичу, Ильша Травкатовичу, Валерий Юрьевичу. Безусловно, давайте, пожалуйста, поддержим родных и близких профессора Уайза. А теперь по традиции для ответного слова и представления своей научной работы приглашается профессор Даниэль Уайз. Профессор Вайз, please welcome. The word is given to the Профессор Вайз. Hello. I'm very humbled to be here and to have my name associated with the... and to have my name associated with the wonderful name of Николая Лобачевского, with this fantastic university in Russia. Thank you very much. Thank you very much for this. Я хочу сделать в такой популярной форме представление того, что я сделал, и давайте начнем. Я вам расскажу о группах, кубах и многообразиях. Я начну с того, что объясню, что такое группа, что такое куб, и что такое многообразие, и что такое кубические комплексы, и что я именно сделал в этой области. Надеюсь, у меня тут все сработает со слайдами. Прежде всего, что такое группа. Группа это набор симметрий объектов. и если у вас есть геометрический объект, вы можете посмотреть на все эти симметрии, которые ему принадлежат, и набор всех симметрий это математический объект, который называется группа. А симметрия это самоподдерживающаяся форма или движение от объекта к самому себе. Ну, вот я тут примеры вам приведу. Например, человек, у которого двухсторонняя симметрия, вертикальная симметрия, которая отражает правую-левую сторону, правая-левая нога. А второй объект, который вы видите, это имеет ротационную или вращательную симметрию. Там пять симметрий, которые могут вращаться, как вы можете увидеть. Третий объект это похож на кирпич. Он является трехмерным параллелепипед, как мы говорим по-английски. Там есть достаточное количество симметрии, потому что там есть и отражение, и вращение. А четвертый объект это гексагональная плоскость, и она имеет бесконечное количество симметрий, потому что можете и вращать, и интерпретировать, и можете вращать и вращать этот объект. И математики, те, кто владеет этим аппаратом, вы можете создавать очень разные картинки графические, демонстрирующие это, объяснять это вашим друзьям. Мы видим это повсюду. Посмотрите, например, на пол этого замечательного помещения, в котором мы находимся. Там есть повторяющиеся закономерности плиток, которыми выложил этот пол, и они очень похожи на то, что если вы оглянетесь по комнате вокруг, вы увидите здесь такие так называемые замерзшие закономерности, которые тоже являются отражением различных видов симметрии. И везде, где вы посмотрите, вы видите о том, что мы люди создаем огромное количество симметричных вещей, группой соединяются алгебраическими понятиями. Если у нас есть две симметрии, они могут быть перемножены друг на друга, получим третью симметрию. Это может быть симметрия 1, симметрия A, симметрия B. И если мы их перемножим, то получится еще одна симметрия. Что это означает? Если вы примените симметрию B, а потом за ней последует симметрия A, и будете их вращать, и если вы будете отражать и вращать их, то вы получите новую симметрию вашего объекта. С 90-х годов произошла революция в изучении групп, и она была сделана выдающейся российской математикой Михаилом Громовым, и я себя рассматриваю просто как такой ребенок, который в песочнице возится который он построен для сотен на нас, он гениальный, совершенно гениальный человек, и он научил нас рассматривать группы как геометрические объекты. И очень простая эта идея, она происходит из идей великого британского математика Келли, и он строил свои фигуры, рассматривал их, вот посмотрите у нас здесь внизу есть иллюстрация этого, и есть различные графические изображения, каждая группа ассоциирована с определенной картинкой, с определенным образом, этот граф, например, если вы посмотрите на этот граф, на вот эту сеть, и если вы подумаете о никакого географическом объекте, и там начинают выстраиваться связи между алгеброй и геометрией. Ну, я вам рассказал, что такое группы, что такое многообразие. Многообразие в N-мерном многомерном пространстве объект выглядит как пространство с M-количеством измерений. Нам очень знакомо, это в небольшом количестве измерений, это так, как мы представляем наш мир, одно мерное многообразие, это так называемые кривые, самые простые, конечно, примеры, это круг, который вы видите, потом просто прямая линия, или такая изогнутая какая-то собачка такая нарисована в одномерной плоскости, замкнутой, а двухмерное многообразие, это те объекты, которые видят как двухмерные, мы их называем поверхностями, и наиболее знакомый, конечно, пример, это тот, на котором мы сейчас стоим и находимся, это поверхность земли, но там есть более интересные примеры, ну, например, вот такой бублик или прецел, и вы можете себе представить, что есть бесконечное количество различных типов таких двухмерных многообразия, примеров многообразия, и он сказал, что такой группы теперь уже, я теперь сказал, что такое многообразие, мы ввели эти понятия, и я тут не совсем уверен, что у меня тут переключается, и как же мне тут слайд это передвинуть, но кто-то может мне поможет, ага, что вы сделали, а трехмерное многообразие, я сказал уже вам об одномерном и двухмерном многообразии, трехмерное многообразие, это те объекты, которые похожи на трехмерное пространство, то есть это наше, то самое пространство, в котором мы психологически чувствуем, что мы в нем живем и находимся, и трехмерное многообразие, это те объекты, которые имеют, внутри которых вы живете, и вы ощущаете их в нашем обыкновенном привычном мире, который мы ощущаем, это немножко сложно представить, как мы, например, для кривых линий, для поверхности, но есть огромное количество примеров, которые вы можете ознакомиться и будете себя уютно с ними чувствовать, это так называемые узловые комплименты, ну, например, узел берем, например, вот четыре узла, если вы уберете узел из трехмерного пространства, то то, что останется, очень интересное вот такое трехмерное многообразие, и вообще говоря, есть очень интересное многообразие в каждом измерении, и очень известный пример, это энмерная сфера, которая является субпространством, которая состоит из всех точек, но, мне кажется, я рассказал вам уже и о группах, и я рассказал, и напомнил вам о том, что такое есть многообразие, понятие многообразие в различных измерениях, и чуть-чуть расскажу о менее знакомых вещах, это так называемые кубические комплексы, я знаю, что такое, вы знаете, что такое куб, и энмерный куб, это копии, является продуктом интервалов, давайте посмотрим, что это означает, когда величина н достаточно мала или ноль, когда это н это ноль, это просто точка, когда н равно единице, это ребро куба, а два это квадрат, а три н это куб, то, что в нашем понятии куб, в привычном, и а н четыре равно четырем, это несколько более интересный объект, но тем не менее достаточно простой такой объект, составленный из нескольких других элементов, и довольно нетрудно представить, что они себя представляют, даже если вы не можете их визуально представить себе, а кубический комплекс это такой тип объекта, который строится или создается из кубов, которые приклеиваются друг к другу сторонами субкубов, и один пример, вот я вам здесь привожу, вы видите два и три куба или двух кубовых поверхностей, которые как бы приклеены друг к другу, и один вот здесь вот внизу еще приклеен, вот это как раз является примером кубического комплекса, то есть это объект, который строится и создается из кубов, и конечно же эти кубы чуть-чуть растянуты для того, чтобы они пространственную модель хорошо исполняли, вы можете представить себе вот это вот, такие хорошо оформлены аккуратно геометрические кубы. Кубические комплексы называются так называемые непозитивно искривленные поверхности, они ведут себя как римоновские множества, и есть бесконечные фигуры, построенные из бесконечного количества кубов, и очень интересный пример также это гиперболическая поверхность, которую вы видите справа, это было предвидение Лобачевского, вы можете посмотреть, как рассматривать его как кубический комплекс, составленный из кубов, и в каком-то смысле кубические комплексы они являются отображением гиперболических поверхностей, плоскостей, и я вам рассказал, что такое группы, вот с этими красивыми изображениями, что такое многообразие, что такое кубические комплексы, кубические комплексы это то, что составлено из кубов, и мой вклад в развитие этих идей заключается в том, так называемая программа использования кубов для понимания групп и многообразий, и это помогло нам в особенности помочь трехмерное многообразие, и, наверное, звучит довольно странно, и это и есть довольно странно, потому что мы 10 лет назад и думать об этом не могли, не могли себе представить, но почти каждое трехмерное многообразие ассоциировано с кубическим комплексом, то есть вы начинаете из трехмерного многообразия, и вы можете построить его, и потом вы можете использовать этого для того, чтобы перейти к так называемой группе Артина, и по каким-то странным причинам это является достаточно естественным представлять трехмерные поверхности при помощи вот этой идеи кубов. И важным аспектом является то, что природа многообразия в алгебре это называется фундаментальной группы, они закодированы внутри кубических комплексов, и кубические комплексы мы стараемся понять многообразие, которое является чрезвычайно многомерными объектами с тысячами, например, 700 кубов склеенных вместе может себе представить, но объекты, которые построены из кубов, они очень хорошо организованы, и они помогают нам понять идею многообразия. вот так было краткое изложение моих идей, и хочу выразить свою признательность Громову, и моего руководителя моей диссертации, когда я начал заниматься квадратами и кубами, и моего очень любимого моего коллегу и сотрудника Фредерика Глума, а также Михаила Сагеева, Тим Ишу, Николая Бержинорона, и очень важная работа, которую мы работали вместе, это работа Кана и Марковича, когда мы работали с трехмерными множествами, и мои товарищи по науке, с теми, которыми я работал, это Эгл Гроу и Меннинг, и большое-большое спасибо за то, что вы меня выслушали.